Всех приветствую на своем канале. Во-первых, спешу поддравить вас всех, если вы православная, с православной Пасхой. Потом с 1 мая, мир тут мая, июнь, июль, август и прочее. И с Вольпургой, то бишь Вольпургиевой ночью. Ну и прочими праздниками, которые если вдруг случались на 1 мая. Так, мой обзор будет посвящен книжке, то бишь второй мой книжный обзор, так как в комментариях я поняла, что люди хотели бы увидеть что-нибудь еще в моем исполнении в плане книжных обзоров. Это маленькая, но очень интересная и классная книжка. История Республики Карелии. Из серии «История России» и автор этой книжки Олег Кадола. Я не знаю, правильно ли я произнесла его фамилию в плане ударения. Это книжка, я ее покупала в Карелии, кажется, в 2013 или 2012 году, точно не помню, когда ездила туда, или с экскурсией, или с подружкой. Тут вообще полностью, если, ну, допустим, весь материал, если вы не можете поехать в Карелию, но очень хочется, но у вас есть возможность купить такую книжку, заказать там где-нибудь в интернете, или просто взять в библиотеки, если она вдруг имеется, и почитать, то все, что нужно знать о Карелии, вы найдете именно в этой книжке. Тут даже есть фотографии картин из картинной галереи Петрозаводска, информация из исторического музея, музея Карелии, тоже из Петрозаводска. Очень хорошие фотографии. Такая вот, не знаю, это, наверное, блокированная, как она называется правильно, потом мне в комментариях, наверное, напишут, что я не так сказала, бумага. Обычно у меня какие-то нужные слова всегда из головы вываливаются. Текст очень хорошо написан, довольно доходчиво, и я даже решила небольшой кусочек прочитать. Очень красивые фотографии. Кстати, вот содержание, я не буду его полностью читать, я просто постараюсь показать в камеру подольше, чтобы вы его увидели. Тут основные памятники и культурные достопримечательности указаны Карелии. Карта Карелии. У меня, кстати, есть магнитик с карты Карелии, с моего первого приезда. Если мне не изменяет память, вот эта фотография, это кусочек, когда вы будете, если вдруг будете, или были вы на Валааме, то вот то место, где есть такая церковь, не очень посещаемая туристами, я просто не помню название, но вот пока до нее добираешься, есть именно вот такой вот кадр. Я, кажется, даже фотографировала его, когда была в первый раз с экскурсией. Вот очень узнаваемое место. Ну, это, соответственно, кижи. На кижах я была в 2013 году с подружкой. Очень интересно там. И мы, правда, были недолго, и подружка моя, как вы есть, то есть не очень хотела, видимо, вот это все смотреть. Ее не впечатлили все эти деревянные постройки. Но если у меня однажды получится на теплоходе или каким-то другим путем, допустим, поездом или еще как-то, то я бы туда еще раз съездила в саму Карелию, и, соответственно, посетила бы все остальные города, которые мы не успели, не смогли по каким-то причинам посетить. Но еще раз съездила бы на кижи. Кижи были на ремонте, внутрь мы не смогли попасть. И, по-моему, они в 2014 году, в общем, два года назад, они должны были уже как сам вот этот комплекс открыться. Ну, естественно, я думаю, все-таки, наверное, все знают, но кто не знает, в кижах вот эта церковь, она построена была без помощи гвоздей, вообще ни единого гвоздя, но потом ее, конечно, изнутри поставили уже. Мы чуть-чуть, получилось так, что смогли немножко заглянуть внутрь, и она уже стояла на металлических штырях, просто чтобы не упала. Ну, в общем, это карта. Это вот, как выглядит разворот этой книжечки. Информация из какой-то серии автор. Кстати, вот что здесь, что здесь практически одинаково. Это выглядит зад. Она, в принципе, из мягкой обложки, можно сказать, проклеена, но и там вот видно, что она, в принципе, листочки эти в некоторых местах прошиты. Я подозреваю, что это просто несколько листочков как в сшитых, и уже вот на клей посажено на обложке. Это вот у нас оглавление. Я надеюсь, что все-таки будет видно мою камеру. Республика Карелия. И кусочек, который я просто хотела прочитать вам, показать вот эту фотографию тут самих кижей. Извиняюсь. Текст этот, как вот он вообще читается, воспринимается. Очень легко. Мне кажется, будет интересно и детям, и взрослым. На любой контингент, мне так кажется, рассчитано. Тут водопадики. Кто-то с рыбкой. Вообще, книжка мне напоминает вот ту первую, где я делала первый мой обзор по Финляндии, и по содержанию, и по чтению, и по фотографиям. Ну, вообще, Карелия похожа на Финляндию. Русский альский мраморный карьер. Мы там были с экскурсией в 2012 году. У меня несколько магнитиков оттуда осталось, даже камушки. Кстати, я сейчас только вспомнила, что те два камушка, которые у меня из последнего моего обзора этих фигурок за стеклом, вот те два больших, это как раз были именно, действительно, с Карелией, но они были не с Петрозаводской, они были именно с Рускеалы. Тут история Карелии. Очень живописные места. Вон тут животное. Сдается мне, что вот это именно фотография из Скивача с заповедником, где я была два раза. А тут гриб. Вот то, что можно увидеть в музее Петрозаводска по истории Карелии или прочитать вот в этой книжке. Надо было вообще заложить то место, которое я воткнулась и хотела прочитать. Вообще, моя знакомая бабулька, которая, кажется, все-таки так и не смогла побывать в Карелии, когда я приняла эту книжку, просто показать, почитать. Она мне потом сыпала информацией на следующие, через несколько дней, как мы с ней встретились. Вот у меня сложилось ощущение, что она действительно вместе со мной путешествовала, вот действительно, если прочитать эту книжку, то очень много того, что можно увидеть. Конечно, все-таки лучше увидеть, чем прочитать, но если нет возможности, то действительно, я прочитал книжку и, словно, ты побывал. Не могу найти тот момент, который хотела вам прочесть. Надеюсь, получится даже православие в Карелии. Если кто этим увлекается. Книжевка. Даже про 20 лет есть статейка. Сейчас я, может быть, просто наугад пнусь куда-нибудь и просто зачитаю текстик. И вот, что еще есть в этой серии. Ну, у меня из этой серии есть книжка только про Карелию. Остальные я просто не видела. Но серия довольно хорошая, интересная. Вот, кстати, это с набережной Петрозаводском. У меня даже фотографии есть в два раза, за два года сделанные. Почему хочу именно тут? Потому что она мне что-то так как-то вот зацепила именно этим кусочком. Камни к металлу. Я подозреваю, что здесь даже должны быть эти петроглифы, до которых мы так и не доехали ни в первый, ни в второй мой приезд. Но у меня есть где-то фотографии этих петроглифов с места с какой-то выставки. Теть Валя какой-то ее приятель подарил. Но она, естественно, передарила мне. Вот эти, да, вот эти самые петроглифы. Ну, а вот как раз история Карелии. Я ее просто, видимо, пролистала. Кусочек просто я сейчас вам зачитаю. Красивейшие земли, позже названные Карелией, человечество, важно стало осваивать сразу же после отхода последнего оледенения. Скучные слова отход последнего оледенения Мало объясняют картину происходящего. На деле огромная масса тающего льда Кастофически быстро превращалась в воду. Мир вокруг скоротечно менялся. Там, где еще недавно простиралась ледяная пустыня, Звенели потоки воды. Сливаясь бесконечные озера и дальше В открывавшееся море. Вот, довольно вообще интересный язык. Хорошо читается. Я думаю, в принципе, что я все-таки вас хоть чуть-чуть заинтересовала обзором этой книжки. Ну, кстати, картинка, не знаю, показывала я ее уже или еще нет. Из музея этого живописи. Но, если у вас будет возможность, То я вам очень рекомендую эту книжку приобрести. Или хотя бы, возможно, она есть выложена в интернете, В электронном варианте, почитать ее в сети. Вот такой вот небольшой у меня обзор. Тут, кстати, есть даже путеводитель в конце в самом. Перечисленные места, где что можно посетить и посмотреть. Вот такая небольшая книжечка. Если вам было интересно это видео, То я очень рада. Ну, и ставьте лайки, Пишите комменты, Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока!